руках каролинка тип h по классификации эфорта окшата это классический пост романский меч то есть мы сегодня поговорим о том как быстро меч достаточно там на протяжении десяти веков перешел последнюю завершающую стадию своего перерождения шашку будет позже увидите и так вот каролинк типаж вообще как как сказать мечи это длинклинково холодное оружие которое родилось после падения римской империи путем такого смешения смесовки римских мечей обою до острых уже поздней эпохи гладиев ну и по и похожих с ними типов их очень много было на самом деле римская империя была огромная и в том числе вот захватив территорию германских племен и англосаксов они англосаксы и германцы они не обладали таким вот типом холодного оружия бою до острова тяжелого для наклинкового у них в обороне как правило ну если мы говорим о клинковом оружии среднеклинковые ножи применялись которые потом вот так скажем скрестившись воедино технологически добра в себя и то и это после падения римской империи еще до падения римской империи вот переросли вот в такие вот мечи которые любой оружиевед это знает этот каролинги данном случае типаж их на самом деле там больше 38 по моему наименований типологии до эпохи позднего средневековья мы сегодня рассмотрим это самая основная функция каролинга раннего средневековья это исходит из его тактико-технических характеристик это оружие рубище то есть рубище режущие даже так сказал на правильнее будет говорить почему потому что как правило острие клинка не затачивалась и колющих ударов так как это мы увидим там в эпоху более позднего средневековья на примере европейских мечей и дальше там палаше и шпак колющих ударов практически не производилось то есть это тяжелый клинок которым можно было и нужно было не то что и производилось это сильные удары рубящие которым подвластно было в общем ну скажем так причинить серьезные телесные повреждения именно за счет разгона клинка и хорошего рубящего сильного удара по телу противник или по его конечностям ну зависит от того как меч мог использоваться воином достаточно эффективное и очень долгоиграющие долгоживучие скажем так оружие холодное очень эффективное меч к сожалению не был так сильно распространен как ударно-дробящее оружие это все историки и те кто увлекается реконструктивным оружиеведением знают потому что это было было дорогое удовольствие и иметь доспех еще и с мечами ну что ранее средневековье что чуть более позднего вплоть до эпохи ренессанса это мог себе позволить только либо раннем на ранней стадии очень богатый кмет который мог заказать такое вот изделие ну и в принципе меч являлся по большей части символом власти достоинства в бой с мечами если ходили то наверняка то что мы видим по сохранившимся каким-то артефактом из раскопов и побитые есть и очень сильно да и так сказать там и ну уточнив насколько они испорчены временем ли или сражение уже трудно потому что как правило пленки склевают в той эпохе девятый десятый век ничего не сохраняется но это вот как раз вот меч девятого века конфигурацию мечей тем не менее классификатора криминалисты установили то есть вот она была такая там делилась на той эпохи нас с сходящимися концами или не сходящимися то есть вообще закругленным острием в данном случае здесь острие есть ему и им можно производить укол вот но было и было что и вообще лопатообразной совершенно бесполезно колоть вот зато мечом можно было очень хорошо атаковав щитом нанести хороший рубящий удар там да вот либо ну это буквы бойцы лучше меня расскажут моя задача была вот продемонстрировать вот это вот начальника такого типа и вида оружия холодно как меч которым вот является каролинка то есть вот этим вот мечом как раз и работали таким образом чтобы нанести серьезный сильный повреждающий удар рубящий то есть мечом рубили мечом колоний следующий тип у нас мечей это мечи уже более высокого средневековья далеко еще до эпохи ренессанса но тем не менее это европейцы вот вот европейцы смотрите какие изменения уже происходит по сравнению с предыдущим экземпляром насколько уже более тонкая и изящная работа по мечу самому как таковому насколько изменяется крестовина и все это функционально яблоко рукоятка ну и соответственно сам клинок клинок каролинга вот в данном случае это 6 тип тоже поем бог что каролинг примерно 13 век рубеж 14 13 век однодолы обоида острое лезвие но уже смотрите насколько тоньше и на самом деле не легче чем каролинка 9 века по весу они одинаковы примерно где-то в районе 90-100 граммов килограмма там зависит от того как как фехтовальщик как как боец захочет изготовить тройки таких жестких ограничений нет чем его преимущество здесь в том что появляется вот этот логического совершенства то есть можно причем работать уже двумя руками дальше мы естественно там перейдем по этиологии мяча мячи полуторручные двуручные сегодня их не смогу показать следующий раз и кто интересуется тот может зайти на сайт или в контакт мою группу и найти там группу боевых фехтовальщиков там прекрасные ребята которые шикарно на мой взгляд профессиональнейшим образом владели искусством боя на полуторных и двуручных мячах они вам покажут и приемы боя и расскажут и почитать там есть что в том числе там есть с отличным переводом кодекс воленштайна вот то есть это самый тот самый учебник основополагающий который используют все боевые фехтовальщики то есть с приемами фехтования на полуторных мячах на наручных мячах и на мячах это кстати как раз 14 век если я не ошибаюсь да и соответственно на мячах двуручных длинных мячах то есть это спадонах фламберах бастардах и так далее вот ну в данном случае это будем считать что это сразу в одном лице и двуручный полуторный меч хотя на самом деле это меч одноручный двумя руками этим мечом работать очень удобно хват за яблоко достаточно хорошо позволяет меч разворачивать и наносить рубящие удары вот позволяет мечом наносить удары так называемый удар сокола то есть это верхний удар поднимая его над собой вот либо с разворота разворачивая меч над головой ну и так далее то есть видим школе боевых фехтовальщиков ну и так также таким образом этим же мячом удачно уже можно поскольку он имеет острую боевую часть в виде колющих колющего концевика клинка наносить колющие удары и практически уже делать элементы фехтовки в том числе вот при таком классическом приеме укола удара то есть вот это вот колющие удары такие которые наносились при атаке примерно уже видите да что это похоже на атаку которую производили шпагой ну шпага ненамного легче честно говоря но имеет другую развесовку соответственно то есть это кольщи оружие польщи рубище одно рапира это уже абсолютно польщи и вот а двуручные мечи тоже соответственно имеет вот такие проникающие длинные выпады но это лучше покажет как игрок те профессионалы которые занимаются полуторными двуручными мечами а теперь у нас то что собственно на что раздвоилось в эпоху ренессанса и до нее точной даты там назвать невозможно на что раздвоилось у нас мечевое искусство боя и и куда пошла техническая мысль это один правда из экземпляров палаш второй экземпляр должен быть у меня сегодня но к сожалению по некоторым причиной нет но я думаю вы его воспроизведете память это шпага палаш шпага это в общем два близнеца так скажем брата родственника но имеющие достаточно серьезное отличие вот у меня в руках сейчас валерийский палаш который дошел в таком вот виде до нас это французский образец и на территории практически все европы он использовал французский образец времен первой республики достаточно длинный экземпляр достаточно прочная вещь это колюще рубище режущие оружие оружие которым можно фехтовать то есть достаточно успешная фехтовка может осуществляться именно уже потому что развесовка несмотря на даст на приличный вес клинка отнесена на первую треть клинка поэтому двигать руками таким вот образом чтобы выполнять движение фехтовальщика вполне удобно даже таким в общем-то достаточно мощным клинком большим вот так же как и какие-то секущие любящие удары наносить вообще кавалерийский палаш естественно кстати имеющий обувь 7 миллиметров и две продольные широкие проточки однолезвенную заточку и боевую часть колющего клинка вот при таких технических характеристиках в пешем строю таким палашом работать было не очень удобно но это и понятно он кавалерийский были палаши еще и пехотные они были по конфигурации немного другие и пошире были клинки и покороче то есть так чтобы можно было при моем росте метр девяносто четыре я задеваюсь не поднимая руку ну что в общем не совсем правильно ну тем не менее боевому фехтовальщику не пристал жаловаться на длину клинка не на свой рост а вообще работа всем тем что дали тем и бей вот этот экземпляр он работал на кавалерийском для кавалериста то есть кавалерист имея при себе такое оружие и достаточно прочное и длинное использовал его для пробивания колющими ударами при при наскоке на противника атаки кирасы противника да то есть можно было легко пробить вот таким вот палашом либо при атаке на пешую пеший строй длинный клинок и и и тяжелый такой мощный удар хороший размаху мог достать даже пригнувшегося низко посаженного или уворачивающегося пехотинца нанося такие довольно страшные удары то есть можете себе представить насколько таким вот пинку с такой конфигурации можно хорошо причинить массу вот довольно сильных серьезных телесных повреждений вот на этом вот практически таких клинках так шашка много про шашку очень сказано уже и мной и вообще всеми любителями больше чем любителями шашка завершающий фрагмент и вообще этап длинноклинкового холодного оружия как это не печально вот на таких примерно работах история длинноклинкового холодного оружия заканчивается это уже легкое оружие эпохи так когда существовало многозарядное огнестрельное оружие которое конечно было гораздо эффективнее в бою нежели сам предмет который мы с вами видим я не буду сегодня демонстрировать чудеса рубки фланкировки и так далее это все вы видели уже и так много раз вот шашках в руках хорошего бойца она работает сама ну конечно хорошая шашка такая вот как маленькая рекламка делает наш артель зреница вот это у меня в руках донская степовая шашка тактика технические характеристики у шашки безусловно гораздо ниже чем то что мы видели до этого в нашем коротком фильме мечей палашей и так далее да то есть оружие которое было призвано разрубать доспех шашка этого делать не может то есть шашечный бой это бой ни в коем случае не фехтовальный шашка никогда не фехтовали это полная глупость есть конечно способы фехтовки и шашкой ну как в общем-то и ножевого боя потому что шашка это сашка это длинный нож которым можно работать ну при умении определенным в разных ипостасях но принципиально шашка была войсковых соединениях пехотных валерийских предназначена для того чтобы кавалерист с коня мог произвести атаку пехотинца или наскакивающего на него кавалериста таким способом чтобы один раз ударив уклониться и не получить в обратном направлении такой же точно удар при этом на нем не было никакого доспеха абсолютно при этом уже как я говорил существовало казнозарядное многозарядное короткоствольное огнестрельное оружие за счет которого из-за которого точнее скажем так длинноклинковое холодное оружие практически уже перестала быть востребованным и так вот шашка она по сей день существует как последний вид и экземпляр длинноклинкового холодного оружия исключительно для молниеносной быстрой атаки с наскока разрубающим ударом по как правило либо коленным суставам либо лицевой части черепа вот либо рубящим резким ударом можно с разворота допустим да там по лицевой части снизу удар там нанести то есть ну ударную технику мы может быть когда-нибудь ближайшее время с вами попробуем изучить отдельно по шашке а так в общем ну смотрите видео сейчас появилось неплохо неплохое количество хороших специалистов которые не несут ерунду всякую в общем ну показывают действительно хорошие приемы боя шашкой или другим каким-либо видом длинноклинкового холодного оружия так шашка конечно это оружие одной атаки то есть как я уже говорил наскочил ударил отскочил и если повезло то ударил еще раз если не повезло то получил соответственно себе куда-то по загривку или по локтю чему собственно говоря казаки и учились в том числе и у тех народов кавказ которые они у которых они переняли сашу шашку саш сашхе так называемая да то есть та самая вот теноровка там или черкеска который мы представляем тоже в том числе зарениться и изготавливаем ну а у меня вот руках классика это обычная донская степовая шашка правильнее говорить низших чинов это не обидно было ну а мы употребляем все-таки терминологию рядовых чинов вот такой вот прекрасный вид длинноклинкового холодного оружия который мы можем с вами наблюдать использовать и по сей день